Выслухать, оценить ситуацию с разных боков, знайсти шляхи выращения. Кировник в области Александр Суботин провел телефонную линию с жахарами полночного региона. Просьбы и пытания, с якими граждане взвертались до старшини облвыконкам, самые разные. У каждого из них губернатор разбирался разом с представниками структурных подразделений, которые ведут обставины изнутри. Виктория Гирьятович с подробностями. До старшини региона жахары в области звертались с розным. От поляпшения жилёвых умов сироты и узведения церкви у выема под Витебском набирали куплаты за отяпление и закрытие крамы у Крулевщины Докшицкого района. Никаких проблем у нас с этим магазином нет. Всё, что нужно купить, мы всегда приходим, всё всегда есть. В последнее время как-то товары стали уходить. А теперь уже приходит такое, узнали сообщение, что магазин вообще собирается закрыть. Принято решение, этот магазин оставить работы три дня в неделю на полставки продавец по сокращенному графику. То есть он будет продолжен работой вам. Тогда надо посмотреть, будет по наполняемости товаров. На место разобралися и со зворота витебчан, які оскарделися на проблемы с канализацией у доме по улице Академика Павлова. Раслумачили, что проблемы часовые – бойдей ремонт. До конца месяца закроем это окончательно. Спасибо, Лилия Никифоровна. Ну, ремонтные работы начались, как вы слышали. Обещают до конца месяца всё там поправить. Надённым стало пытание Жахаровёски-привольное Витебского района, связанное с проездом до громадских могилок. Шарах пытанем, огученных уготый день, датыжу всё так само и доброго парадкования. Это истан мясцовых дорог и якось капитального ремонта шматповерховки на Московском проспекте у областным центры. В подъезде окна не поменяли, они зимой стоят открытые. Я звонила в ЖЭУ, никакой реакции. Подвал и мусоропровод, двери первобытные стоят с дырами, залатанные. Ливневку сделали, высверлили. А версия, как для двух ливневок, мало ли кто побежит, да? Он может там и руки, и ноги сломать. Принять решение на месте. Надо что-то подделать, доделать или переделать. Почас дайологу Александра Суботина с громадянами, особливо частыми были пытания жильёвокоммунальной господарки. Так Василь Сямыкин поскардиусе на отсутствие безбарьерных осяроди у подъезде. Пытания, якой не один год хвалюю жильцов дома. Перешагивать через этот порожек людям тяжело. Приходится набрать ногу рукой, переносить за порожек, потом вторую ногу переносить и после этого спускаться. Пандуса в подъезде нет. Единственное, что сделано, поручень металлический. Больше ничего нет. А на самой площадке, перед входом на лифтовую шахту, выбоины уже от времени, 40 лет дому, ямы. Я могу тут упасть только так. Вот. И вот здесь выбои на это. И через пару, через этот, и что пройти. Николай Валерьевич, я думаю, тут даже не надо и слово вам давать. Надо сделать и всё тут. От имя инвалидов в области до губернатора звернулось и Адвига Подольская из Новополоцка. Пытания женщины дотачилося витебских санаториев. Почему бы не делать хотя бы один санаторий безбарьерной средой, который бы принимал инвалидов с колясочников? Если вопрос такой возник, у нас для области ничего плохого не будет, если мы какие-то средства вложим в какой-то из санаториев наших, и будет он переоборудован в ряд комнат и безбарьерная среда под инвалидов покорно-двигательного аппарата. Усягор за три години прямой линии поступило больше за 20 звороту, адже хоров в області. В решении кожного взято на контроль. Вектор Игорь Ятович, Сергей Котов, Новины, Витебск.